Итак, поехали! У меня нет крови здесь? Нет, нигде, кровь не пошла. Цой-цой, жижа. Цой-цой, жижа. Так можно цитировать современных классиков. Но нет, блядь, это какая-то хуйня. Итак, ребята, у нас бруска миникан 3. На самом деле было много иронии, но если честно, то это реально считается народной подсистемой. Есть несколько версий. Была первая версия, вторая, кстати, есть ссылочка, я там оставлю. Мы уже делали обзор на бруска миникан версия 2. Нам, кстати, у нас сегодня есть, мы тоже на нее посмотрим. Итак. Бруска миникан 3. Что мы видим? Мы видим, как обычно, сочную упаковку. Смотрите. Разные цветовые гаммы. Они есть абсолютно разные. Это то, что первое бросается в глаза, когда ты видишь бруска миникан. Ну и, конечно же, огромнейший, огромнейший логотип бруска. Чтоб ты, сука, увидел, что это бруска. Но на самом деле бруска это реально уже состоявшийся бренд. И миникан это, ну, блядь, я не знаю. Минникан, как Харил Мамун был в свое время. Реально он есть у всех. Чатрулетки реально, блядь, все его курят. Не знаю. Давайте, наверное, откроем, посмотрим, что же здесь внутри. Потому что здесь максимально просто. Потому что люди, которые курят жежло, они не любят сложности. Итак, мы ее открываем. Что мы здесь видим? Коробка. Мы видим буклет. Мы его разворачиваем. И тут что написано, ребята, у нас? Тут написано. Подписывайтесь на канал Surgaev Channel. Розыгрыш миниканов будет телеграмм... Бля, ребята, в телеге, ребят, будет розыгрыш. Вот. Поэтому заходим, подписываемся. Я там разыграю, кстати, эти подики. Не забудем об этом. Здесь новейшая, новейшая зарядная система Type-C. Самая лучшая в мире. Apple, слышите меня? Самая лучшая в мире. На любой барахолке можно ее купить за халяву. А если иметь несколько навыков, то можно... Ничего не надо, спиздить нельзя. Украсть это плохо. И так, и вот, собственно, бруска миникан 3. Что мы видим? Мы ее достаем. Естественно, я ее зарядил. Вот она так и лежит, ребят. Так она и лежит. Только здесь есть пленочка, ее надо оторвать, если что. Мы ее вот так запихиваем. Но прежде чем мы запихиваем, мы что делаем? Наливаем жидкость. Вот сюда вот. Засовываем. Подносим надгубник к своим губам. Какое слово я выучила? Электроник, Серега. И хапнем-ка ароматного парку. Вкусно, сука. Реально вкусно, ребят. Что я могу сказать? Жидкости очень вкусные. Ну, реально. И ничего с этим поделать нельзя. Мне такое ощущение, что взяли единорога. Накормили его скитлсом. Фруктовыми всякими батончиками. И он мне нассал в рот просто, понимаете? Потому что я вот затянулся, и у меня все так вот глубоко зашло. Что я прям вот глотаю и хаваю эту жижу. Но, тем не менее, он не плюется. И давайте, наверное, подытожим, в каком плане? Наверное, сразу по плюсам, которые мне написал производитель. И мы сразу поймем, чем он отличается от других версий, да? Значит, преимущество миникан 3 над другими версиями. Смена испарительный элемент на сетке. Объясню. Ребят, смотрите. Теперь здесь можно взять и отсоединить сам испаритель. Вот, видите? Вот он, на сеточке. Из-за этого будет вкусопередача намного лучше. И не надо выбрасывать вот эту вот хреновину, как он, бак, наверное, или как это правильно называется. Картридж, извините. Бак, блядь. Бак это звучит солидно. Но нет, картридж. А просто меняйте из... Блядь. Из... Сука. Из... Вот, испаритель. Просто раз. Погнали дальше. А, кстати. Емкий аккумулятор. У них теперь... Смотрите, он стал чуть-чуть больше. Чуть вытянетюе. И поэтому, раз он стал чуть-чуть более длинный, они добавили чуть-чуть больше аккумулятора. И, естественно, аккумулятор стало больше, держит больше. Но я вот его зарядил один раз и хожу с ним уже неделю. Но я не такой жесткий шабильщик, как вы, конечно. Но мне пока хватает. Улучшенная вкусопередача. Как пишет производитель, они увеличили что? Они увеличили объем аккумулятора. И из-за этого мощность сильнее. И из-за этого когда-то затягиваешься, а вкусопередача... Ну, это, короче, какая-то хуйня, как по мне. Вкусопередача, это не влияет, как я считаю. И свободная затяжка, ребята. У них теперь, благодаря вот таким вот другим отверстиям, в их, собственно, картридже стала свободная затяжка. Она стала, типа, легче. Давайте мы сейчас попробуем еще раз, свободная она или нет. Свободно. А у нас, знаете, что приготовлено? А у нас приготовлен картридж старый, от старого бруска. И я вам скажу больше, он подходит к новой версии. И мы сейчас попробуем, есть ли разница, да, по тяжке. Да, конечно, есть. Здесь реально тянется в этом картридже намного легче. Ну, реально намного легче. Поэтому производитель не врет. И подходит, однако. И все. Вот и вся разница. То, что нам дали. Новые цвета, те плюсы и минусы, которые я вам сказал. Все максимально просто доступно. Давайте, знаете, что сделаем? А давайте мы его разберем. И сравним с предыдущим. Бруска миникан. А, а? Вот, кстати, он зарядился. Э. А новый встает картридж, кстати, мы забыли это сказать. Новый картридж подходит даже к старым миниканам. Так что это не составит никакой проблемы. Если вы жмете бабки, то можно взять обычный миникан и купить на него новый картридж. Ну-ка. И тяга будет намного сильнее. Она реально, блин, вы чувствуете разницу, да? Смотрите. Вот сейчас затягиваюсь одинаково. Три секунды. Сколько дыма идут? А? А? Разница есть. Бля, главное не сдохнуть. Итак, разбираем. Бля, прикиньте, я знаю, как он разбирается. Я кто? Я гений. О, смотри, какая-то резинка появилась. Так, а проводов все нету. Магнит. На нахуй. Бля, разъебал, блядь. Короче, вот мы и разобрали. Сань, да я тоже заебался. Я просто у меня оператор такой сидит уже. Бля, ты заебал. Короче, разобрали мы новые бруска миникан версия. Три точка ноль. Вот здесь даже есть вот такая вот хреновина. Вот он так вот сделан. Даже есть скотч, все четко. И разбираем, ребята, разбираем что? Другой миникан плюс. Это версия два миникан плюс, красный. Сейчас это будет намного быстрее. А почему, знаете? Потому что я его уже разбирал на предыдущем выпуске. И я тут вообще максимальный эксперт. Опа, блядь! Сюда, блядь! Разъебал, блядь, этот пьедестал нахуй. Короче, извините. Я разобрал два миникана. И что мы видим? Мы видим скотч, микросхемы, батарейку, какую-то белую шляпу. У нас как в России? Вот эта белая шляпа, это лишнее. Это вот зачем нам нужна? Это вообще нам не надо. Зачем нам вот этот тот скотч лишний? А скотч можем отлепить? Как вы думаете, он важен, нет? Давайте попробуем. Или не стоит? Или ебнет? Напишите в комментариях, ебнет или не ебнет. Вот знаете, ребят, сейчас будет минутка искренности. Я, конечно, могу разъебать этот бруска миникан 2 плюс. Я, наверное, лучше вам вот это даю. Поэтому мы не будем так глубоко ковыряться и наводить тут беспорядки. Мы скажем просто, что вот он аккумулятор. Смотрите. Вот он аккумулятор. Тут написано 90-20, 22-0. Ну, это, короче, такая все серия. Вот эти вот хрупкие провода здесь, ребят, вы видите, да, хрупкие провода. Вот эти магниты и схема. Нифига, смойку магнит. И дали он, что у меня, забирает. Вот. У вас он так крепится, собственно, и картридж. Вот видите. Опа, поехали сюда. В принципе, я, наверное, могу его даже закурить. Нет? Да нет, я всех наебал. Нормально все. Он так дернулся, пиздец. Ну, почему, кстати, не курица? Ну, что-то, короче, есть какая-то хрень. Вот надо... А, надо, чтобы... Ну, короче, в общем, курица. Что-то надо зажать, наверное. Или я его разъебал. Не суть дела. Короче, все работает. Вот так вот изнутри состоит эта штука. Все максимально просто. Такие хлюпкие провода. И я хочу вам сказать, что вот эта версия плюс, согласитесь, смотрится намного надежнее. Вот реально, вот смотрите. Вот, вот вам для сравнения. Как бы вот. Но насчет аккумулятора я так и не понял. По емкости, мне кажется, они примерно здесь... Да нет, они разные, да. Вроде как бы аккумуляторы. Даже с виду, по крайней мере. Но я, блядь, вообще не эксперт, ребят. Я просто ради вас вот разобрал, чтобы показать, что же тут внутри. Но мне еще нравится, что здесь есть... А, здесь тоже есть эта хуйня. Вот, видите, везде есть эта шляпа, короче. Здесь везде есть эта история. Ну что, давайте мы по-быстрому соберем. И еще чуть прокурим новый картридж. Возьмем и нальем вкуснейшее жежло. То есть, никакой рекламы. Просто вкусная жидкость То есть. Смотрите, сколько ароматов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, одиннадцать, четырнадцать. Четырнадцать ароматов То есть. И мы возьмем какой аромат? Это аромат вкуснейшая. Малина ежевика. Сейчас мы все соберем и к вам вернемся. Новый испаритель. Новый испаритель. Вот он такой. Да я уже, по-моему, показывал. Но я еще раз вам покажу. И вот, собственно, картридж. Вот старые картриджи. Мне кажется, им пиздеус. Они уйдут с рынка. Это, скорее всего, раритет. Вот. Я вообще не знаю, вот как бы, раритет это. Поэтому пять тысяч рублей я вам отдам эту коробку. Короче говоря, это раритет. Вот, мало у кого он остался. А у меня он есть. Чего, мы хотим попробовать новый аромат. То есть, малина ежевика. Да, ну вот как вот... Вот, ребята, объясните, пожалуйста, как оценивать жижево. Ну, оно реально вот сейчас все вкусно. Это то же самое, что делать обзор на кальян. Ну, типа, вкусное жижево, красивая банка, есть упаковка, есть описание. Вот, типа. Так же и миника. Ну, смотрите, вот бруска. Вот есть бруска. И, типа, ну, как бы, вот есть жидкость, вот есть бруска, вот есть бруска. Чуть-чуть получше. И это тоже неплохо. Если вы хотите реально сэкономить, то вы просто делаете вот так вот, блядь. Все. Реально, новый испарик и новый картридж, это заебись. Он лучше, чем старый. Что-то у меня как будто сифонит, нах. Не, может быть картридж, ну-ка. Я просто думаю, уебал я все-таки его или нет. Мы сейчас исправим ситуацию. Накурюсь, блядь, жижела сегодня. Пойду к школьницам, нахуй. От меня будет пахнуть жидкостью. Они будут подходить ко мне вот так. Облизываться. А я такой, что ты хочешь, блядь? Хочешь жидкости? На тебе. Прям буду в ротах выдавливать, блядь. Все вот это вот. А знаете, чем я хочу их кадрить буду? Ребят, в моем телеграм-канале будет разыгрываться совершенно два. Девственных. Новейших. Бруска. Мини-контрид. А также целая куча испарителей. И целая куча сеточка этих штук. Точнее, это были, блядь, не испарители. Это были картриджи. А вот они, испарителей, их тоже у меня много, ребята. Я это все разыграю в моем телеграм-канале. И, наверное, да нечего сказать. Это новая подсистема, она классная. Чуть-чуть лучше, чем старый. Это как, знаете, типа новый iPhone. Чуть лучше, чем старый. Чуть лучше. Так же и здесь. Есть цвета, да, тут тоже были цвета. Противоударный. Наверное, мы сейчас в конце ролика это и проверим. Как раз противоударный он или нет. Поэтому досмотри до конца. Розыгры с телеги провести? Ну, конечно же, мы это проведем. Поэтому покупать вам или нет, решайте сами. Вот. Как бы я даже не знаю, что сказать. В этом ролике рекламы никакой не было. Как бы она тут и не нужна, на самом деле. Вот. Поэтому спасибо ребятам из Бруско за то, что отправили мне на пробу. В кармане не протекает, все четко. Проверим сегодня, клеятся ли киски и школьницы. Вот. А теперь, собственно, краш-тест, потому что здесь же тоже противоударный корпус. И мы разыграем миниатюру «Тебя бросила девушка». Для школьников это актуально. Представь, что тебе говорит товарищ. Ты, Сургаев Сергей, недоделанный школьник, тебя бросила девушка. Оставайся теперь со своей новой частью «God of War» «Рагнарёк». И вот этим вот дельфинчиком из Икеи. И со своим Бруско «Мини-конверсия 3». А ты такой психуешь. А-а-а-а. Нихуя. Ну все, блядь, он не разбивается. Короче, краш-тест пройден.